Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Я встречаюсь с замечательным парнем уже полтора года. Он мой первый мужчина в моих 28 лет. Единственное, кому я доверил, заполнил комфортное себя с ним чувство, он меня безумно любит, я вроде тоже. Он месяц работает, месяц со мной находится, я скучаю и все это есть. Но у меня нет с нему такой страсти и все поглощающие любви. Любви, как, например, я себя чувствовал с бывшим, хотя у нас с ним были очень токсичные отношения. Рукоприкладство, но все это было 8 лет назад. Я приходил в себя очень долго, понимая, что все это неправильно. Нынешние отношения я начала полностью осознанно, отпустив ужасное проживо. Так почему я не чувствую такой отношения любви к моему настоящему идеальному человеку? После объективных отношений я впала в депрессию, будто все мои чувства умерли. Даже сейчас, хоть нынешний привлек меня, я все равно чувствую какую-то стену, где мои эмоции не могут выйти наружу. Ну, собственно, если вот отвечать на вопрос, почему тебя не чувствуют так вот сносящие голову страсти, то я бы ответил здесь с двух позиций. Первая позиция – это то, что у вас принципиально другие отношения. И страсти хоть она и более яркая по эмоциям, но все же чувства порой весьма-весьма поверхностно. Тогда как чувства менее яркие, но более глубокие, оказываются более устойчивыми во времени и, соответственно, более, в общем-то, серьезные. Это первое. Второй момент – это то, что у вас совершенно очевидно была травма, и, как бы, эту травму вы до конца не прожили. Ну, дело в том, что в объязивные и токсичные отношения вы вступили не просто так, у этого были какие-то основания, у этого были какие-то причины. Вот. Ну, например, заниженная самооценка, например, страх одиночества и так далее, да. Вот. И, соответственно, это, ну, никуда не делось сейчас, на данный момент это никуда не делось. Сейчас это осталось с вами по-прежнему. Вот. Скорее всего. И, соответственно, тоже вас несколько дегативят, что вы-то можете испытывать такие сильные эмоции пока что только в тактичных отношениях. Вот. А тут отношения вы выбрали, как мне показалось, головой больше, и, соответственно, конечно же, вот отсюда меньше страсти. То есть я бы вот эту вот историю скорректировал со склонностью вашей к отношениям объязвимным. Вот. И, может быть, гиалитичный страст бы появился. Вот. Ну, и с чувствами тоже, с травмой тоже я бы здесь поработал. То есть вопрос, вопрос, как мне кажется, здесь не в том, почему этот вопрос не очень хороший, а вопрос, скорее, в том, что делать дальше. То есть что мне делать в этой ситуации, что мне делать, как мне, вот, как бы, ну, как мне стать более свободной в плане выражения эмоций. Вот. Опять же, вы говорите, что человек единственный, кому вы доверились, это тоже не очень хорошо. Это говорит о том, что вы по-прежнему сохраняете свою обесценивающую тенденцию в отношении себя, потому что люди, которые доверяют только кому-то, только одному, они, как правило, вот, ищут этого избранного человека, потому что свои чувства тоже, как бы, считают избранными. А чувства свои считают избранными только потому, что их стыдятся. Поэтому вам бы вот как-то с этим моментом тоже поработать в психотерапии это корректироваться. Вот. То есть вы стыдитесь сейчас своих проявлений, да, вы, вот, что значит, довериться, довериться, значит, поделиться тем, чего я стыжусь, да, и чего я, как бы, вот, опасаюсь, опасаюсь того, как люди с этим обратятся. Ну, вот. Тут тоже есть такой момент. Ну, и последнее, на что хочется обратить внимание, это то, а почему, откуда, собственно, у вас такое вот требование, прямо, чтобы стресс был, стресс была. Вот. А вы говорите, что вы его точно вроде любите. Как будто бы вы не уверены. Вот. И ваша неуверенность, она здесь понятна, потому что, мне кажется, что вы не очень, не очень сейчас любите себя. Вот. Ну, то есть вы не очень себя принимаете, да, потому что, опять же, нашли человека, которому вам комфортно, и которому вы доверяете. Доверяйте. То есть это не про любовь, это про добренность, это про компенсацию чего-то, чего нет у вас. Вот. Ну, а в такой ситуации любить, конечно, сложно. Поэтому я бы вам рекомендовал работу над собой, да, и вполне возможно, что отношение к вашему молодому человеку вы измените. Вот. С одной стороны, может быть, скучать, немножко меньше станете, с другой стороны, может быть, страх появится. Но должен предупредить, что, может быть, вы вообще с этим человеком находиться не захотите, потому что если начнете опираться на себя, то потребность конкретно в этом молодом человеку вас отпадет. Это тоже важно заметить, тоже важно в этом себе признаться вовремя и как бы обговорить со своим партнером. Вот. И еще немножко смешает то, что вы говорите, что он идеальный, то есть вы его идеализируете. Ну, как правило, за идеализацией идет деидеализация. Вот этого тоже надо бы избегать. То есть умение видеть и принимать недостатки в себе и видеть и принимать недостатки в другом человеку очень полезно. Вот. Себе, может быть, вы недостатки видите, но вы их не принимаете, а в другом человек идеализируете. Вот. Это тоже очень важный момент. Да? Вот. Я бы также бы работал с личной ответственностью за комфорт. Ваш комфорт – это исключительно ваша ответственность. Человек другой здесь ни при чем. Вот. Ну, и то же самое касается доверия. Вам нужно как-то вот расширить немножко свою сферу доверия. Вот. Больше и больше полагаться на себя. Проще относиться к себе и проще относиться ко взаимодействию с другими людьми. Для этого вам нужно прожить те чувства, которые у вас есть сейчас. Не самые лучшие от токсичных отношений раз и от детства скорее всего два. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. 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 Продолжение следует...